Есть ли жизнь на Марсе? Джамбо! Пришли на наш пляжик, прилив сегодня, видимо, будет позже, мы пришли с целью искупаться, естественно, но приливом и упаковку пока, хотя, в принципе, начало проливать, но еще рано. Наши друзья любезно предоставили нам возможность снять их виллу, то есть я могу показать вам, как выглядит та вилла, которая вот в Перл Бич, она одна, на две семьи, то есть она более комфортабельная, чем наши номера Бич Вью, и более приватная, так сказать. Хотя, в принципе, через их виллу ходят все купаться, кому не лень, в их бассейн залезают какие-то дети, то есть, ну, приватность такая себе. Но, в принципе, в принципе, у тебя свой бассейн рядом с виллой, у тебя свой пляж рядом с виллой, то есть, ну, как бы, есть свои плюсы, да? Мы сейчас пойдем и поснимаем их номер, вы посмотрите, возможно, кому-то захочется забронировать этот номер, как знать. В общем, гоу на виллу к нашим друзьям. Так, заходим на виллу, здесь кровать, даже есть трюмо, тумбочки, так, здесь, наверное, ванная, ага, здесь гардероб, ванная комната. С душем, идем дальше. Здесь такой холл, декор по-африкански. Здесь стоит огромный холодильник, это просто находка для Африки. Огромнейший холодильник, гладильная доска с утюгом, шикарно, шикарно, ребятам просто повезло, мне кажется, у них у одних есть гладильная доска с утюгом. И здесь тоже декор и двери. По идее, эти двери должны открываться, да, если здесь, в принципе, поселить две семьи, сюда и сюда, потому что здесь тоже есть номер, здесь живут другие люди совершенно. И если здесь все будет сообщаться, то, в принципе, неплохо можно расположиться. Идем дальше. Здесь кухня, микроволновка, здесь есть, который, в принципе, работает, все подключено. Здесь особо ничего нет, здесь можно иногда помыть фрукты, плита, и здесь дверь. Но она закрыта. Скорее всего, это дверь во внутренний двор. Идем дальше, здесь еще одна дверь. Так, здесь стоит рисоварка, набор посуды, столовые приборы, чего здесь только нет. В принципе, ребят, здесь могут расположиться две семьи на этой вилле, и очень даже комфортно проводить время. В общем, все очень здорово, мне нравится. Здесь достаточно чисто, вот я хожу босиком, хорошо убираются. Здесь пол выложены с плитки. А в наших номерах, которые в Вичвью, там бетон. То есть босиком особо не походишь. Хотя мой муж ходит. Спасибо большое нашим друзьям, что любезно предоставили возможность поснимать этот номер для вас. Боба Люба, спасибо. Вот такая вилочка, в принципе, неплохая, мне очень понравилась. Я бы там не отказалась бы пожить, потому что все-таки какая-то приватность все-таки есть. Здесь у нас номера Бичвью. Ну, Гарденвью я вообще не говорю, там совсем нет никакой приватности. Бичвью хоть как-то. Мы живем прямо напротив пляжного бара. И туда ходит слишком много народа. Сейчас еще вырубили эти кусты перед номером. Все вырубили, и поэтому совсем вот сидишь и прям все видно. Тебя видно, всех видно, кто идет. И вообще никакой приватности. А вот у ребят мне понравилось, в принципе. Хорошо очень. Так что рекомендую. Бронируйте виллу. В этом отеле. И вот такая дорожка к этой вилле. В принципе, через джунгли. Фиг с ним, что падают змеи на голову здесь в отеле. Возможно, повезет, и она не упадет на вас. Джамбо! Акуна-шида! Местные очень приветливые. Всегда. Есть ли жизнь на Марсе? В отлив. Море выглядит именно так. И вот Андрей с Дианой пошли в поисках воды, где можно зайти и нормально искупаться. Отлив сегодня, конечно, бешеный. Доброе утро. Мы, конечно, добрались до камеры. Что-то надо поснимать, потому что через три дня мы улетаем. А у нас как бы и материала-то нет. Мы сейчас идем посмотреть, где море. Потому что сейчас дичайшие отливы. Просто настолько дикие, что надо много километров идти вперед, чтобы дойти до воды. Вот мы добрались до виллов, наших друзей, которые улетели. Здесь такой бассейн у них нечищенный. Второй совсем нечищенный. И мы идем смотреть, где море. И мы уже видим, что его нет. Сейчас мы спустимся и глянем, что там дальше. Да, оно еще дальше, чем вчера ушло. Вот такие отливы на Задзибаре бывают. И вот такой шикарнейший вид на море, которого нет. Не Коронабру? Не, не Коронабру. Точно не Коронабру? Не, не, не. Короны на Задзибаре нет. Нет, но Коронабру. Он ли Малярия? Возвращаемся назад. Моря нет. Дямбо! Моря нет. И мы идем обратно. Я не знаю, что сейчас делать. Куда идти, где посидеть, где покупаться. Ну, в бассейне уже полно народу. Вот. Честно говоря, бассейн такой себе. Мы думали, что здесь их два. Но по факту он здесь один. Второй чисто такой декоративный. Ну, такая локация для фото. В принципе, садишься там где-то на бассейне, который около ресторана. И можно фоткаться с видом на море. Очень красиво. Там никто не купается. Он, по-моему, даже не хлорирован. Я не знаю, какая там вода. Мы идем на обед. Мы сейчас все не активничаем и снимаем больше обычного. Потому что народ разъехался. Общаться нам не с кем. Сейчас, кстати, даже Джессом, это бармен наш, он так разговорился. Он рассказал нам про свой город в Панзании. Что он там живет, очень любит его. И ждет, не дождется, когда закончится туристический сезон. А он закончится в апреле. И он поедет в свой город. Он рассказывал, что в его городе есть плантации риса, табака. Очень много свежих, дешевых фруктов. Рассказал, когда сезон, когда не сезон. Джамбо! Джамбо! Вот, все рассказал. И он так увлекся. Он сказал, что очень-очень скучает по своему городу. И я понимаю, что люди здесь живут много месяцев, да? И потом едут только к себе домой. Он вынужден зарабатывать. Потому что зарабатывают здесь очень мало. Вообще в Танзании. Танзания вообще бедная страна. Но! Я хочу сказать, что владельцы этих плантаций, ну, по крайней мере, генеральный менеджер и так далее, европейцы. Понимаешь? А работают там танзанийцы. Да? Вот он показывал. Плантации сахарного тростника. Плантации табачные. Все держат европейцы. Ты их заметила вот так, да? Да. Вот, интересно так вообще. Ладно, окей. Сейчас мы идем на обед. Сейчас что-нибудь покушаем. Честно говоря, еда здесь вам не очень нравится. Мы еще что-нибудь так поклюем. И пойдем отдыхать в номер. Вот наш ресторан. Прямо по курсу. Сейчас покажу, что мы кушаем. Наконец-то мы снимаем обед. Вот такой обед. Это рыба на гриле. Это тунец. Бобы с каким-то фаршем. Рис обычный. Здесь картофельный салат с майонезом. Ну, положили одну ложечку. Я думаю, что ничего не будет. И ананас. Ананас это чтобы похудеть. Аудианы, макароны. Тоже рыба на гриле. И немножечко салатика ложечка. Все, мы начинаем кушать. Иначе нам пчелы просто не дадут покушать. Всем приятного аппетита. Когда идешь из столовой, очень много ящериц. Вот одна. Идем дальше. Вот еще одна. Причем большая, да? Класс. Смотри, какая прям. Это сцинк, да, Андрей? По идее. По идее или сцинк? Ну, вроде бы как он. Ну, вроде бы как. Смотри, как смотрит. Такая прям важная, да? Сидит, смотрит. Территория у нас очень зеленая, живописная. Постригли все кустики. Правда, лысая немножко стала. Раньше было больше растительности. Но так как змеи падали с деревьев, решили все обрезать вот так. Это наше морюшко, которое мы идем искать. Оно вон куда отлило. Сейчас мы там попробуем по колено хотя бы зайти. Хотя мы же нифига не охладимся. Диан, да? Вода горячая? Хотя бы как-то. Сейчас попробуем. Водичка сегодня хоть как-то освежает. Правда, угол берега все равно горячая. Но там немножечко попрохладнее. Но все равно термальные ванны. Идешь километров пять, и все по колено.